Приемы из живописи, в том числе даже современные вот такие хитрые приемы, которые звучат. Сметану, такую слякотную сметану, и этой белой слякотной сметаной наполним весь холст. Когда мы наполним весь холст этой сметаной, мы возьмем тряпочку, сделаем из нее фигушку, и распределим белило по всему холсту равномерно. Не вытрем краску, а только распределим. И уже в это мы введем три главных цвета. Это синие или голубые, это красные или розовые, это желтые. Все три являются главными составляющими живописи. Поэтому прямо в эту белизну мы начнем свой цветовой приоритет вгонять. Возможно, это будет приоритет голубого, возможно, розового, возможно, солнечных мотивов. Хорошо? То есть каждый из вас поступите в цветовую завязку, сделайте с каким-то приоритетом. Но живопись любит сложный цвет. Поэтому если у вас будет сложный цвет, это выгодно. Грязноватый, сложный цвет. Потому что на сложном цвете любой чистый цвет прозвучит звонко. Прозвучит звонко. Ладно? То есть, поскольку речь идет о живописи, а не просто о покраске стены, нужной тональности, то лучше грязноватый. Но грязноватый может быть в пользу голубого, в пользу розового и в пользу желтого. Совсем мало. Да, если можно, положить чуть больше вещества. Покажи, покажи. Что же, сухой холст. Совсем нет краски. Краски нет на нем. Масло любит вещество краски. Значит, вещества краски с лякотными белилами все-таки набрать. Для того, чтобы одно вписывалось в другое. Хорошо? Давай. Набрать. Потом тряпочкой, фигушкой тряпочки распределить. Вот количество вещества, которое должно быть на холст. Можно мастихином произвести какие-то поиски в форму. В форму. Буквально произвести поиски. Это могут быть и жесткие линейные проявления, и дымчатые. Смотри сюда. И дымчатые проявления. То есть, в этом нетом состоянии пространства, можно поискать, что могло бы произойти. Что могло бы произойти. Какие могли бы появиться. А потом поугадывать. То есть, сначала просто посоздавать их. Посоздавать. Тоже некий произвол. Он все равно, даже не только цветовой произвол, но и произвол рисунка, он тоже дает определенный, собственный выплеск. Кроме этого действия, можно произвести мощное вхождение белил. Которые как бы создадут белильный, или наоборот, темный каркас картины. Где белила, вот этот каркас будет, то широким пятном, то узким, то какими-то, как у этого инь-янь, большой кусок в малом пространстве, малый кусок в большом пространстве. То есть, и так поступить. Можно, например, увидев, что здесь голова, начать формировать идею носа, рта, подбородка и фигуры. А может быть, и здесь где-то найти, а может быть, здесь какая-то лю... То есть, ты понял, основные веки поиска, поиска формы. То есть, это сейчас брить, снова вернуть первобытное состояние, которое ты сделал, и совершить поиск. Хорошо? Давай. Вот сами по себе ниточки эти могут быть, но вкусно будет, если будет чередование ниточек и утолщение. Иначе получается простецкое решение. Ты согласен? А вот с этим оно уже чуть побогаче. Вкусное пятно, очень вкусное. Это примерно так решалось, да? Очень прикольное пятно. А туда человек думал, может, как-то это вот... Я бы... Ага. Вот эти тоже все-таки нужны. Нужны укропнения какие-то. Хоть где-то укропнения. Может быть, даже... Может быть, даже вот с таким подчеркиванием. Хорошо? Чтобы это были не только тоненькие полосочки, но... Я пытаюсь себя что-нибудь, чтобы включилось. Очень-очень включилось. Очень прикольное сочетание. Включается. С полосочками пока. А, да? Я подсудил. Тут опросил чего-то зеленого. Веселая, веселая затея. Очень веселая. Если ты на такое способен, потому что пока все действительно интересно. Действительно настоящий абстракционизм. Причем с культуркой. Вот. Если ты способен такое продуцировать, конечно, здорово. Ну, давай посмотрим, что дальше. Уже пока вот все хорошо. Даже вот эти отдельные лоскутки, которые как положены на холст. Вырезанность их пока тоже хороша. Есть еще хитрый способ. Звонкости давать... Одним глазком. Подожди. Одним глазком. Звонкость придавать рисунку. Тоже, как вариант, можно задействовать. Хорошо? Да. Ну, это если просится. Я от вас отобедаю. Масло. Масло возбуждает зрителя не только цветом, не только формой, но и густотой краски. Поэтому нет-нет, маслом нужно поддать вещества, может быть, создать даже где-то напряженное по густоте вещество, чтобы проявить его основные преимущества. Вот это какой-то... Ничего больше не придет. Ну, давай его хотя бы съедим. Были? Да. Потому что он невкусен. О, а так ничего. Ну, прибыл. Может, еще где-то. Правда, уже такой. Очень интересный звук. Если хочешь, смотри, можем так поступить. Сейчас еще немножко с ней поковыряемся. Вот эти вот вещи нас немножко не устраивают. Слишком затертые. Либо еще подзатереть. По фактуре масла они не совсем съедобные. Масло не совсем любит вот такую фактуру. Оно бы даже предпочло вот такую. Но не такую. Поэтому, если хочешь, можно чуть-чуть подвытереть вот таких плешинок. Они могут прозвучать. А заодно как бы обогатить пространство. Там, где совсем невнятно греет. Угу. Вот. Если хочешь, можем потом взять другой холст и еще предпринять. Это уже прикольно. Единственное, что вот с фактурами масло должно выразиться своими узнаваемыми фактурами. Вот этот детский немножко лепет хочется заменить на более, на более внятный рисунок. То есть, вместо детского лепета что-то более внятное. Хорошо? Угу. Ну, хотя бы так. Можно, чтобы к нам не придирались из-за простецкости решения. Например, чуть-чуть оформить эти линии. Чуть-чуть хотя бы. Угу. Может быть, к этим сединам чуть-чуть подсунуть вещества краски, чтобы тоже создалось. И вот здесь эффект задуманного. Да, я имею в виду, что пятно не элементарщина, а как некая... Некий намек на что-то. Потому что масло все-таки любит вещество. И вот этой вытертости. Ну, как бликующая на выпуплости. Бликующая на выпуплости. Все-таки масло, это не масло. А масло это начинается с вещества краски. Поэтому везде чуть-чуть этого вещества. Тогда оправдана затея. Ну что, дайте другой холд. Основные задачи вот таких абстракций, это в том, чтобы масло выразило свои возможности. То есть это пользование фактурой. Основные признаки укладки масла, чтобы были из все-таки классического. И тогда любая абстракция становится культурным слоем. Сам по себе слой культурный. Плюс убегаем от одинаковости, как мы здесь с тобой убежали. Ну а здесь, здесь и не было одинаковости. Но тоже мы, видите, задействовали приемы из живописи. В том числе даже современные вот такие хитрые приемы, которые звучат. И когда соблюдаем общую культуру общения с краской и делаем даже полную билиберду, она начинает звучать. Потому что есть уже насмотренное человечеством, людьми. У живописи насмотрено, у масляной живописи. Если мы узнаем это, это насмотренное в абстракции, то мы начинаем ей доверять, что это не каляка-маляка, не слон рисовал, а все-таки человек с определенным культурным содержанием. Ну, кстати, симпатичный звучит. А может быть, у таких еще чуть-чуть точечек каких-то создать. Да? Нет, тоже ничего, да. То есть я вот посмотрел, что есть звучок. Да, да, да. А, вот этот звучок. Вот он. И я его попытался тоже запустить. Подхватывать, да? Ага. Хорошо, спасибо.